Программа «Телетрейдер» используется для работы на фондовых и валютных биржах. В самом начале, прежде чем говорить о работе самой программы, откроем учебный счет на виртуальные деньги. Для полноценного функционирования предварительная регистрация обязательна. В правом нижнем углу мы видим состояние соединения. На данный момент здесь все красно, написано «Неверный счет». Программа недееспособна. Входим в раздел «Файл», «Открыть счет». Далее необходимо написать имя, фамилию, а также заполнить все остальные поля. Адрес, телефон, имейл и так далее. Указать сумму, на которую вы хотите открыть счет. Суммы, кстати, можно указывать различные. Хоть 500 тысяч, хоть миллион долларов. Ставим галочку «Я согласен получать новости». После этого нажимаем дважды на кнопку «Next» и получаем логин с паролем от компьютера. Третий пароль под названием «Инвестор» используется только для просмотра, как здесь и написано. Например, какому-либо человеку можно выдать логин с инвесторским паролем, и он сможет наблюдать за вашими действиями, за вашими операциями на счету. Но совершать каких-либо сделок ни в коем случае не сможет. Нажимаем кнопку «Finish». Логин, пароль у нас есть. Заметьте, неверный счет, состояние соединения изменяется. Сейчас поставляется информация, цифры бегают, все заработало. Что же у нас здесь находится? Разберем по каждой кнопке, что, где и как лежит. Все, кстати, кнопки подписаны. Можем просто навести курсором мыши, если забыли, как она называется. И появится подсказка о том, что это за раздел. Самый первый из них – новый график. Здесь находится весь список валютных пар, на которых имеется возможность торговать. Открываем любую из них, появляется график. В данном случае евро-доллар. Актуальная цена указывается вот этой белой горизонтальной чертой. Сетка, если мешает, ее можно смело убрать. Правой клавишей мышки нажимаем, появляется такой вот подраздел. Указываем сетка. Соответственно, она удаляется или ставится обратно. Говоря о том виде, который мы видим на экране. Цветовая гамма графика, конечно же, может меняться. Опять же, нажимаем правую клавишу мыши. Заходим в свойства. Здесь можно установить любой цвет фона. Свечей, баров и всего остального. Кому как удобнее. Карта для себя может выбрать подходящие цвета, для того, чтобы визуализация была самой подходящей. Если зажать левую кнопку мыши на графике, его можно будет смещать налево и направо. Также это можно делать и скроллом, шариком, который находится на мыше в нашем управлении. Далее открываем еще несколько графиков других валютных пар. Мы имеем возможность открывать их сразу огромное множество. Все они между собой будут переключаться на нижней панели. Поработали, посмотрели что-то на евро-долларе, переключились на фунт-иену и работаем уже здесь. Нужно вернуться, тут же мгновенно можем переключиться обратно. Графики, кстати, могут устанавливаться в различных видах, не только на эсикрат. В разделе «Окно» их можно устанавливать каскадом, для того, чтобы графики шли друг за другом. Вертикально, соответственно, здесь компьютер расположит их по возможностям. И горизонтально. Горизонтальный вид будет выглядеть примерно таким вот образом. Кому как удобнее. Раздел «Окно». С новыми графиками немножко разобрались. Пойдем дальше. Раздел «Профили». Здесь устанавливаются различные профили. Их можно удалять, смотреть предыдущие, ставить новые, следующие и так далее. Можно также выбрать конкретный профиль, который установлен по умолчанию, то есть основной, без каких-либо графиков, индикаторов и так далее. Шаблонный профиль тоже здесь имеется. Market overview, предположим. Уже открывается валютная пара с некими компьютерными индикаторами, о которых мы поговорим в дальнейшем. Значит, профили можем устанавливать различные. Следующий раздел – это «Обзор рынка». Нажимаем эту кнопку. Работает как закладка. Обзор рынка – это список всех валютных пар, то есть всех контрактов, на данный момент возможных для торговли, в котором мы сразу видим изменения цен. Также здесь указывается и время, поставляемое сервером с ежесекундными изменениями. Есть цены покупок, есть цены продаж. Bit и Ask. В один и тот же момент мы можем наблюдать за изменениями нескольких валютных пар. Нет необходимости прыгать с графика на график. Давайте, кстати, какую-нибудь вернем. Фунт-доллар, например. Кроме того, если здесь нажать правой клавишей мыши, можно будет установить подраздел, указывающий время. Оно будет тикать рядышком. Можно и удалять графиков тех валютных пар, на которых мы не работаем. В дальнейшем, когда вы будете работать только на нескольких конкретных валютных парах, есть возможность оставить только их. Остальные удалите из списка, чтобы не мешали. Второй подраздел обзора рынка – это тиковый график. Внизу происходит переключение. Можно установить тиковый график и наблюдать, какие изменения присутствуют в каждую секунду на рынке. Убирается точно так же нажатием кнопки. Работает как закладка или же крестиком. Следующий подраздел, который нам необходим для работы – это навигатор. Здесь хранится информация из следующего характера. «Счета». Мы можем открывать несколько счетов. Давайте это сделаем для примера. Леопольд открыл. Пускай теперь его брат откроет. Виктор. Тоже ставим галочку «Я согласен». Получается новый логин с паролем. И в данный момент мы уже видим несколько счетов. Здесь можно легко переключать их между собой. Двойной щелчок на один, переключаемся на другой. Кстати, когда вы входите в программу и в дальнейшем будете в нее включаться, для того, чтобы ввести свой логин и пароль, для того, чтобы программа работала, необходимо зайти в раздел «Файл». Заходите в «Файл» и кнопочка «Логин». Здесь вводится номер счета. Соответственно, пароль вводится ниже. Можно указать и хранить личную информацию. Нажимаем «Логин». Тогда компьютер запомнит входные параметры. И в следующий раз, когда мы будем включаться, вся эта информация уже будет сохранена и автоматически будет происходить соединение. Если галочку убрать, то счета из компьютера и из программы пропадут. В разделе «Навигатор» кроме списка счетов у нас есть подраздел «Индикатор». Здесь присутствует достаточно широкий выбор компьютерных индикаторов. Также раздел «Советники». Имеются различные советники, которые можно самим писать с помощью специальных алгоритмов. Когда вы приступите к торговле, возможно, у вас их будет достаточно большой набор. Но это при условии необходимости их применения. Об этом будет сказано чуть позже. Скрипты, пользовательские индикаторы – это пока не совсем то, что нам нужно. Это можно оставить на дальнейшую перспективу. О начальном этапе не стоит забивать себе сильно голову и бесполезной информации. Об этом вы уже узнаете со временем, когда будете активно работать. Следующая кнопка – самое главное, самое интересное. Почему? Да потому что называется она «Терминал» и хранится в ней информация о состоянии счета, о наших деньгах. Заметьте, внизу появляется окошечко терминала. Сейчас сделаем его пошире. Здесь у нас присутствует несколько закладок. Самое первое, самое главное и интересное – торговля. В ней пишется информация о количестве средств на данный момент, которые присутствуют на счету. Баланс, средства, свободные средства. Сейчас, когда сделки никакие не открыты, все это одинаково ровные цифры. Когда же мы будем открывать сделку, вся информация по ней будет писаться в этом поле, в разделе «Торговля». Когда сделка закрывается, она автоматически переходит в следующий раздел, который называется «История счета». Все торговые операции при закрытии переходят в этот подраздел и хранятся в нем. Третий раздел – «Новости». Прямо в программу, прямо в терминал, несколько десятков раз в минуту поставляются различные информации, актуальные и важные новости, необходимые для торговли. Сигналы. Это сигналы от советников и от различных других сопомогательных программ. Почтовый ящик. Сюда присылается информация о регистрации, каких-либо изменениях и прочем, что может интересовать трейдер. Журнал – это те действия, которые совершаются с программой. Вводится один логин, другой и так далее. Самые главные кнопки, самые главные разделы в терминале – это торговля, история счета и новости. Те три раздела, которые необходимо систематически посещать, самые востребованные во время работы. Если нам терминал в данный момент не особенно интересен, чтобы не занимать место таким же образом нажатием клавиши мыши, мы его убираем. Нужно вернуть – нажимаем обратно. Кстати, очень часто на начальном этапе возникает такой вопрос. Когда нечаянно нажимают таким вот образом двойной щелчок. Баланс сейчас висит, и одной кнопкой нельзя открыть ни раздел торговли, ни история счета. Просто делается снова двойной щелчок. Наводите вот на эту белую полосу, двойной щелчок, и возвращается все обратно. Следующая кнопка – советники. Их, конечно, предварительно нужно написать. Это те алгоритмы, что были упомянуты нами ранее. Они описаны в разделе о программе и в некоторой литературе, в которой рассматривается работа программы Телетрейдер. Итак, советники – это уже механические инструменты торговли, не столь сейчас нам важные. Тестер стратегии тоже самое относится к ним. Поговорим о следующей очень важной кнопке, которую очень и очень часто применяют. Новый ордер – открытие сделать. Нажимаем ее, появляется вот такое интересное окно, где мы видим тиковый график. Самый первый раздел – символ. Валютная пара, на которой, соответственно, мы решили торговать. Необходимо обязательно проверить, та ли это валютная пара, и при необходимости установить нужную. Решили мы открыть сделку на фулт-долларе. Установили его. Следующий пункт – это объем. Объем сделок – 1 лот, 2 лота, 10 лотов и так далее. Не пугайте, что здесь только 8. Вручную на клавиатуре можно ввести хоть 10 лотов, хоть 110. Объемы, как таковой, не ограничены. Сразу можно установить стоп-лосс и сразу можно поставить тейк-профит. Можно также написать какой-то комментарий, исходя из чего вы открыли сделку. Быть может, вам просто захотелось. Может быть, очень хорошие сигналы технического анализа. Или кто-то подсказал. Коллега стоял рядом, зная о том, что произойдет далее. Тип – немедленное исполнение. Текущая цена, которая у нас на данный момент присутствует на рынке. Если мы ожидаем снижения цены, то нажимаем кнопку Sell и в течение секунды, как таковой, сделка будет открыта. Или нажимаем кнопку Buy, если ожидаем рост. Конечно, мы сейчас ничего нажимать не будем, пока мы не знаем, что будет с фунт-долларом. Пойдет он вверх или же вниз. Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены. Если сюда поставить галочку, то здесь необходимо указать конкретное количество пунктов. Работает функция следующим образом. Обычно она применяется на сильных движениях. Если происходит стремительное движение, и вы ставите максимальное отклонение, скажем, 2 пункта. Дело в том, что пока вы даете запрос, скажем, вы нажали кнопку Sell. За те же доли секунд, пока сделка открывается, цена может измениться на 3 пункта. В данном случае, если вы установили максимальное отклонение от 2 пункта, то у вас компьютер переспросит, открывать ли сделку, потому как цена уже изменилась. Если вас устроит такое отклонение, можно, в принципе, на этот раздел вообще не смотреть. С любым отклонением вы готовы открыть сделку, значит галочка здесь не ставится. Если вы не готовы, тогда просто-напросто указывайте, какое отклонение максимально вы позволяете компьютеру. Итак, галочку убираем. К этому разделу мы еще вернемся, когда будем открывать торговые позиции. А пока запомнили, что совершается это через новый ордер. Устанавливаются все необходимые параметры, объемы. Нажимаем кнопку Sell или Buy. Текущая цена, которая есть на рынке. Виды графических изображений. График бар. Если немножко увеличить, сетку можно убрать, чтобы она совсем не мешала. Вид графических изображений бара. Идет у нас рост цены, идет у нас снижение. Следующий вид – японские свечи. Черные растущие, белые нисходящие. Указывают на то, что происходит движение в южном направлении. Линейный график. Что на нем делать, достаточно сложно сказать. Говоря из технического анализа, конечно же, самыми предпочтительными и подходящими будут японские свечи и бары. Потому как они несут максимальную информацию. Цены закрытия, минимальные и максимальные отклонения. Если сравнить бары и японские свечи, в принципе, разница их единственная будет в том, что на японских свечах четко и ясно видно, где был рост цены, а где было снижение. Нисходящие свечки выделяются белым цветом. Увеличение и уменьшение. Что-то не видим, нужно присмотреться. Соответственно, нажали кнопку увеличить. И более детально, в новом размере, мы видим всю эту информацию. Более объемный вид. Для того, чтобы побольше вместить на экране, кнопочка уменьшить вид. Но обратите внимание, если слишком сильно уменьшить, сейчас в данном случае мы уже не видим цен открытия или закрытия. Это стоят японские свечи. Это не бары, но слишком уменьшенные. И сейчас мы просто не видим цен открытия, цен закрытия. Поэтому так сильно уменьшать, конечно же, не стоит. Цена закрытия все-таки достаточно важная информация. Следующие две кнопки интересные и очень коварные. Коварные чем? Обратите внимание, кнопка смещения графика работает следующим образом. Если сейчас она не активна, не нажата, мы будем пытаться сдвинуться правее, то этого не произойдет. Актуальная цена указывается с самого края экрана. Немножко неудобно смотреть для прогнозирования цен. Для того, чтобы составить проекцию предстоящего движения. Нажимаем кнопочку смещения графика. График смещается на тот уровень, который был у нас установлен. Можно поставить левее, можно поменьше. И сейчас, заметьте, намного проще представлять и проецировать будущие колебания цен. Визуально намного проще. Кому в действительности так, применяйте это смещение графика. Кому мешает, можете, конечно, не применять. Соседняя кнопка называется автопрокрутка. Работает следующим образом. Если она активна и нажата, как в данный момент, такая светлая, и мы будем пытаться двигаться в историю в левую сторону, компьютер автоматически нас будет скидывать в актуальные цены. Получается, очень далеко в историю мы просто не сможем уйти. Сейчас он продемонстрирует свое умение. Компьютер просто скидывает. История хранится здесь на графиках на недельных, на месячных периодах, вплоть до середины 70-х годов, когда рынок начинал свою работу. Но если автопрокрутку не убрать, то так далеко мы уйти не сможем. Поэтому ее необходимо отжимать, чтобы не скидывало на текущие цены, чтобы компьютер систематически этого не делал. Еще такой нюанс. Если вы ушли очень далеко в истории и нужно вернуться в актуальный момент, можно поставить автопрокрутку. Компьютер нас скинут на текущие цены или просто дважды нажать смещение графика. Соответственно, возвращаемся в актуальный момент. Здесь хранится весь список компьютерных индикаторов, применимых для торговли. Выбираем любой из них. Для примера, как они работают. Возьмем один из самых распространенных индикаторов – MACD. Устанавливаются определенные параметры. Нажимаем кнопку ОК. Появляется индикатор. Исходя из той информации, которую вам показывают, здесь уже делаются прогнозы. Как именно, будем об этом говорить чуть дальше более подробно. У индикатора свойства можно поменять или просто его удалить. На нем нажимаем правую клавишу мышки. Удалить. Следующая кнопка – это периоды. Периоды также снесены рядышком. Соответственно, их проще переключать. В этой самой точке. Один час, четырехчасовый график, дневной и так далее. В общей сложности 9 периодов. Графики часовые, четырехчасовые. Чем отличаются периоды? Если мы выбрали минутный график, соответственно, один бар рисуется в течение одной минуты. Если мы поставили часовой, то бар будет формироваться в течение одного часа. Получается, что периоды отличаются по размерам, по той информации, которая присутствует на графике. И последняя на верхней панели – кнопка «Шаблоны». Шаблоны, которые вы сами определяете. Можно создать свой собственный шаблон. Установили набор индикаторов, сохраняете, потом загрузите. Соответственно, график будет уже сопряжен с теми индикаторами, что вы назначили в шаблоне. С периодами более или менее разобрались. Часовые, четырехчасовые, дневные, графики и так далее. Период, заключаемый в свечку – это размер, который определяется, исходя из периода, назначенного нами в верхней части. Четырехчасовой – это 4 часа. Панель графических инструментов. Слева здесь она у нас располагается. Курсор, которым я двигаю. Курсор, кстати, подсказывает одну очень интересную деталь на графиках. Если навести мышку на цену закрытия, то он показывает всю информацию о данной свече. Время, когда эта свеча работала. Цена открытия. Хай – это максимальная цена, которая была. Лоу – минимальная. Клоус – цена закрытия. Волюм – это количество операций, объемы сделок в данной свече. Четырехчасовой график в течение 4 часов. С 8 до 12 часов. В 12 часов свеча закрылась. Соседняя кнопочка перекрестия. Рядом с курсором. Перекрестие работает следующим образом. Одновременно показывает шкалу времени и шкалу стоимости. Есть возможность информацию просто посмотреть в том или ином месте. Например, вот в этом ните нас интересует, какое именно было время и цена более точно. Наводим – видим ту или иную информацию. Другой очень важный нюанс. С помощью перекрестия можно измерять расстояние в пунктах и количествах свечей. Предположим, зажимаем левую кнопку мышки и доводим черту до этого пика. Первая цифра информирует о количестве свечей. Вторая – количество пунктов. Получается количество пунктов от первой точки до второй. И третья цифра, соответственно, цена на данном уровне. Следующими идут у нас линии, с помощью которых строится технический анализ, а также ведутся какие-либо расчеты и исследования. Первая – вертикальная линия используется достаточно редко. Используется только для того, чтобы определить время. Горизонтальная линия применяется, как обычная линия поддержки и сопротивления. Подошли – отскочили. Подошли – снова – отскочили. Третий раз – и так далее и тому подобное. Уровень поддержки или сопротивления. Третья линия, она же трендовая, с помощью которой строятся диагональные линии, ценовые каналы, различные фигуры и прочие интересные художества. Говоря подробнее о всех этих линиях. Во-первых, линии удаляются нажатием кнопки Backspace. Нажали кнопку Backspace, последняя линия, которую вы нарисовали, будет удалена. Линия строится следующим образом. Вы выбрали две определенные точки. Например, решили соединить вот эти две вершины. Первый пик и второй пик. Наводим на первый, зажимаем левую кнопку мыши, держим и отводим. Отводите сразу ко второму пику. Тогда достаточно просто будет попасть. Потому что если пытаться как-то отсюда, то амплитуда будет очень резко изменяться. Сложно попасть очень четко. Отводите, может быть, даже дальше, чтобы более детально, более четко попасть в нужную точку. Линии меняются по цвету, размеру и их виду. Каким образом? Двойной щелчок мыши левой кнопки. Нажимаем дважды – появляются точки. За эти три точки, кстати, линию можно изменять, модифицировать. За первую – значит, она будет двигаться относительно последней точки. Если взять за среднюю, она будет перемещаться параллельно. Берем за крайнюю, за третью – относительно предыдущей. Главное, первой точке будет происходить движение. Говоря о цвете и размере этих линий. Теперь правой клавишей мыши нажимаем на линию. Появляется такой вот раздел – свойства. В свойствах можно устанавливать любой цвет, вид линии, пунктирное, штрих-пунктирное и толщину. Нажимаем ОК. Линия, соответственно, изменилась. И нажимайте после этого двойной щелчок снова, для того, чтобы линия была зафиксирована, чтобы точки эти пропали. Потому что если точки остались, линия не зафиксирована. Она может просто-напросто пропасть. Если нечаянно нажмете какую-нибудь не ту кнопочку. Например, если сейчас нажать кнопку «Делит», то линия просто-напросто пропадет. А когда линии нарисованы 10, а то и 20, и все они нужны, происходит такое пропадание, люди начинают пугаться. Нужно перестраивать все по новой. Кстати, есть здесь небольшой инструмент для того, чтобы с этим бороться. Есть возможность сделать отмену последнего действия, известное также как Undo, и вернуть все обратно. На клавиатуре это комбинация кнопок Ctrl и Z. Нажали и все вернется обратно. В настройках здесь тоже где-то это было. Вернуть обратно. Файл. Вид. Но самое простое применять комбинацию Ctrl и Z. Нажимаем и произойдет возврат удаленной линии. Еще раз. Линия у нас присутствует. Меняем ее цвет. Уж больно, он ужасный такой. Поставим немного другой. Пускай будет красный, тонкий. Следующая интересная функция. При построении технического анализа очень даже нужно строить сразу параллельную проекцию самой линии. Делается это следующим образом. Дважды нажимаем на линию, чтобы появились точки. Теперь вы зажимаете кнопку Ctrl на клавиатуре и просто-напросто мышкой берете еще одну линию, которая является параллельной. Мышкой забираете еще одну параллельную линию. Точно так же изменяется цвет, размер и вид линий горизонтальных и вертикальных. Схемы их работы одинаковые. Можно даже давать им имена или записывать различные описания. Очень сильная линия, от которой обязательно нужно торговать, например. Продолжение. Говоря о графических инструментах. Следующий у нас присутствует равноудаленный канал. Это возможность сразу строить две линии, равноудаленные друг от друга. Берем первую точку, берем вторую. И здесь уже выбираем, как этот равноудаленный ценовой канал будет работать. Точно так же можно поменять его цвет. Пускай будет желтый. Цвет, вид и размер линий, все это меняется в свойствах. Можно двигать, менять, работать с этими ценовыми каналами, как нам нравится на наше усмотрение. Далее находятся линии Fibonacci, о которых тоже более детально будем говорить в дальнейшем. Также строится следующим образом. Вы берете сначала первую точку, соединяете с другой. И получаются вот такие уровни Fibonacci, которые дают достаточно интересные подсказки с точки зрения прогнозирования. Что именно об этом будет сказано в дальнейшем. Можно вставлять различные тексты. Устанавливать пометки. Название, параметры тоже здесь меняется. Отображение на всех периодах или нет. Вы просыпаетесь с утра, а у вас на графике такое вот приветствие. Становится сразу хорошо и приятно. Появляется большое желание торговать. Точно так же это можно все удалить, а также вернуть обратно комбинацией Ctrl-Z. Последняя операция, которую вы делали, возвращается обратно. Графическая операция, конечно же. Если вы откроете сделку и она вам понесет убыток, то эту операцию вернуть не удастся, к сожалению. Следующий раздел. Текстовые метки. Текстовые метки можно ставить для напоминания, например. Различные значки. Хорошо, плохо, здесь надо продать, купить, галочки и прочее. Кроме того, говоря об этой панели инструментов, здесь находятся далеко не все кнопки. Те инструменты, которые мы видим, здесь выложены в базовом режиме. Можно также нажать правой клавишей мыши и появляется такой вот раздел. Настройка панели инструментов. И здесь, обратите внимание, справа находится список тех, которые включены, с помощью которых вы уже можете работать. А слева, соответственно, находятся те инструменты, которые дополнительно можно включать и использовать. С ними более детально будем знакомиться уже в дальнейшем, как именно их настраивать и применять. То же самое в разделе настроить панели инструментов. Здесь еще есть шаг за шагом. Тоже достаточно интересная кнопка. И в основном стандартном разделе такая же панель инструментов. Печать, экран, настройки, необходимые для работы, защита, смена пароля и логина. Немного пройдемся по верхней панели. Здесь также присутствуют различные профили, сохранить рисунки, различные другие помощники, опять же печать, вид. Говоря о языке, кстати, смена языка происходит через разделы вид и languages. Можно, как сейчас, поставить английский язык. Для этого необходимо перезагрузить программу. Смена языка произойдет только после перезапуска. Меняем это дело обратно, устанавливаем русский язык и еще раз перезагружаем программу. Статусная строка. Если пропала, необходимо ее восстановить. Вот эта информация, которая у нас внизу находится у соединения, восстанавливается через раздел вид. Панель переключения графиков. Тоже очень часто встречаемая претензия, я не могу графики переключать между собой. Восстанавливается через панель переключения графиков. Здесь должна, конечно же, стоять галочка. Вставка. Сноска различных инструментов. Отсюда их тоже можно применять. Далеко не обязательно все выбрасывать и выкладывать на панель, чтобы не захламлять, так сказать, рабочий плацдарм. Еще говоря о настройках. Тоже очень важный такой нюанс. Раздел настроек. Торговля, объекты, графики. Самое важное, особенно когда ведется работа на реальных счетах. Необходимо, например, поменять пароли. Делается это в разделе сервер, настройки. Логин с паролем у нас указан. Заходим в раздел изменить. Вводите текущий пароль. Выбираем изменить главный или инвесторский пароль. Вводим новый, подтверждаем его и нажимаем кнопку ОК. Пароль изменен. Мы с вами разобрали основные моменты, основные инструменты, которые необходимы для работы. Кстати, еще говоря о панели с правой клавиши мыши. Отсюда возможно заходить на разные шаблоны, переключать периоды, включать или выключать сетку. Если еще возникают какие-то вопросы о программе, тогда, конечно же, можно обратиться в раздел справка, где присутствует общая информация. А также раздел вызов справки F1. Здесь расположены подробные сведения о тех или иных инструментах, о том, что они из себя представляют и как с ними необходимо работать. Единственное, еще отмечу на тему ордеров, отложенных ордеров. Давайте, наконец, откроем одну сделку, для того, чтобы немножко просто посмотреть, как необходимо себя вести и работать, когда сделка открыта. Как устанавливается Stop Loss и Take Profit. Пускай будет валютная пара фунт-франк. Предположим, что сейчас будет происходить движение наверх. То есть мы прогнозируем рост цены. Открываем новый ордер, смотрим, проверяем, чтобы фунт-франк действительно здесь присутствовал, а никакая не другая валютная пара. Тоже очень часто встречаем ошибкой, когда не посмотрели, а там стояла какая-то другая пара. Устанавливаем объем сделки, Stop Loss и Take Profit. Эти ордера возможно установить прямо здесь и сейчас, а можно это сделать и позже. Мы для эксперимента давайте сделаем это позже. Текущая цена нас устраивает. Нажимаем кнопку Buy и сделка, соответственно, сейчас вот открыта. Указан ее номер, объем, валютная пара, цена. Сделка успешно открыта. Нажимаем кнопку OK. Информация о нами принята. Заметьте, что мы сейчас видим. В данном случае вот у нас эта операция. Сейчас, конечно же, в убытке, потому что в момент открытия взымается спред. Нет. Сделка открыта, а Stop Loss и Take Profit не установлены. Исправим это. Мышку наводим прямо на эти нули в информации о сделке и совершаем двойной щелчок левой кнопки мышки. Вводим уровень, по которому мы решили установить Stop Loss, предположим, в те же 15-20 пунктов от текущих цен. Когда мы ввели необходимые Stop Loss и Take Profit, нажимаем кнопку Изменить. Нажали кнопку Изменить, устанавливается Stop Loss и Take Profit. Если же мы желаем их модифицировать, что-то поменять, увеличиваем или уменьшаем. Снова нажимаем кнопку Изменить. Ордер принят, информация обработана, сервер его установил. Если мы хотим снять Stop Loss и Take Profit со всем, выделяем и нажимаем кнопку Delete или просто вводим нули. Нажали Изменить, Stop Loss и Take Profit убраны. И сейчас у нас сделка открыта без каких-либо ограничений. Закрытие же позиции производится следующим образом. Если она не закрывается по Stop Loss или Take Profit, и мы хотим закрыться вручную, заглядываем в терминал. Раздел торговли. Наводим курсор мыши на цену открытия сделки и делаем двойной щелчок. Появляется окошко, в котором есть желтая кнопка Закрыть. Нажимаем ее и сделка закрывается. Прибыль или убыток сейчас зафиксирована. И обратите внимание на то, что эта сделка сейчас перешла в раздел История счета, в котором указывается номер операции, время, тип, в данном случае бай покупка, объем сделки, валютная пара, цена, по которой мы открывались, уровни Stop Loss и Take Profit на момент ее закрытия, время и цена закрытия. Конечный результат. Полученные. Прибыль или убыток. Работа с отложенными ордерами. Кроме ордеров, которые в данный момент открывают сделку, ордера немедленного исполнения, Stop Loss и Take Profit, есть у нас и отложенные ордера. Можно зайти в раздел Тип, здесь мы их и выбираем. Отложенный ордер. Разберемся, каким же образом они работают. Отложенных ордеров существует четыре вида. Те ордера, которые имеют приставки Limit, Buy Limit и Sell Limit. Они открывают сделки на отскок. Заглянем на график для того, чтобы понять, что это из себя представляет. Так вот, в этой самой точке. Возьмем конкретную ситуацию. Предположим, мы прогнозируем, что подойдет цена до уровня 2.44.86 и отсюда произойдет отскок, то есть движение вниз. Значит, здесь, во-первых, если мы прогнозируем движение вниз, открываем сделку Sell на продажу. Во-вторых, в данном случае прогнозируем отскок, значит нам необходим ордер Sell Limit. Заходим в раздел «Отложенные ордера» и выбираем Sell Limit. Устанавливается по конкретной цене, которая нам необходима для совершения операции. Тут же ставится 100+, указывается Take Profit, можно написать комментарий. Объемы, валютная пара и все остальное. Кроме того, есть и такая функция, как «Истечение срока». Здесь мы указываем до минуты. Минимальный шаг – 1 минута. Определяем, до какого момента эта сделка нам интересна и актуальна. Если мы поставим время на ближайшие 15 минут, и в течение этого времени не произойдет касание данного уровня актуальной ценой, компьютер автоматически снимет отложенный ордер. Если же в течение 15 минут касание уровня все-таки произойдет, сделка автоматически откроется. Нажимаем кнопку «Установить». Отложенный ордер теперь установлен и указан прямо на графике. И он же фигурирует, конечно же, в терминале, в разделе «Торговля». Здесь же его можно убрать или модифицировать. Правой клавишей мыши открывается окошко выбора. Или двойным щелчком. Устанавливаем Stop Lose – Take Profit. Смещаем сам ордер вверх или вниз. Или просто можно его удалить, если он нам уже не нужен, если мы поменяли свои прогнозы. Если же мы прогнозируем отскок из нижней зоны, подойдут вот в эту точку, и цена пойдет наверх, здесь мы будем ставить ордер «Buy Limit». Ордер, который откроет сделку на покупку и на отскок. Отложенные ордера, которые имеют приставку не Limit, а Stop, Buy Stop и Sell Stop – эти ордера работают исключительно на пробитие. Каким образом это применяется? Рассмотрим на частном примере. Предположим, что в этой ситуации мы прогнозируем, что если цена поднимется до уровня 2.43.30, то движение усилится и стремительно пойдет намного выше. Нужно будет открывать сделку на покупку. Так вот, на продолжение движения и срабатывают ордера, имеющие приставку Stop. В данном случае мы выбираем Buy Stop. Указываем цену 2.43.30, нажимаем кнопку «Установить». Усердно ждем. Нажимаем кнопку «Ок». И теперь у нас отложенный ордер установлен. И если актуальная цена доходит до уровня 2.43.30, сделка автоматически открывается на покупку. Хотим снять этот ордер, не интересен он нам более, снова идем в терминал в раздел «Торговля». Модифицировать, кнопочка «Удалить» и ордер пропадает, удаляется. Кстати, отложенные ордера есть возможность устанавливать не только через новый ордер, меняя тип исполнения, но и прямо на графике. Второй способ намного удобнее. В той точке, где вы хотите открыть сделку на покупку или на продажу, подставляете мышку и нажимаете правую ее клавишу. Здесь раздел «Торговля». И в данный момент есть два варианта. Или мы в этой точке прогнозируем, что движение пойдет дальше, нужно будет покупать. Выбираем покупку «Buy Stop». Или мы прогнозируем, что здесь произойдет отскок и цена пойдет вниз. Выбираем продажу «Sell Limit». Главное, что здесь невозможно ошибиться. Какой именно ордер ставить? «Sell Stop» или «Buy Stop». Компьютер их установить в данном случае нам не позволит. Доля ошибки сводится к минимуму. Очень часто на самом деле встречаются такие ситуации, где трейдер заходит в установку отложенного ордера и, предположим, выбирает «Buy Limit». «Buy Limit» означает, что цена подойдет к уровню и отскочит наверх. Будет отскок на север. Но он устанавливает его выше актуальной цены. Отложенный ордер «Buy Limit» выше актуальной цены не может быть установлен вообще. Можем даже попробовать испытать это. И компьютер нам скажет, что неверно установлен Stop Loss и Take Profit. Ошибка, и человек впадает в панику, думает, «Господи, что же такое происходит? Stop Loss и Take Profit, они у меня вовсе не установлены». В данном случае присутствуют именно какие-то ошибки в параметрах. Чтобы избегать подобных ситуаций при работе с отложенными ордерами, просто устанавливайте их через график. Нажатие правой клавиши мыши и подраздел «Торговля». Говоря, например, о начальном этапе работы, когда отложенные ордера устанавливаются на продолжение движения перед новостями. Перед сильными, важными новостями, способными стремительно сдвинуть рынок. И получается, что это необходимо делать достаточно быстро, где нет времени и места для подобных ошибок, и долгих размышлений и поисков проблем в установленных параметрах. Если возникают еще какие-либо вопросы, и они должны возникать, все остальные важные нюансы, напоминаю, можно найти в разделе «Вызов справки». Здесь достаточно подробно все расписано. Также можно обратиться к кому-либо, кто уже знаком с данной программой и располагает достаточными знаниями. Всю информацию, которую нам необходимо знать для того, чтобы начать разбираться и работать с программой, мы здесь с вами рассмотрели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...